Здравствуйте, друзья! Это я о железах. Тут самое снимаю камеры снаружи, ради того, чтобы вы услышали более четко голос одной очаровательной женщины, которая по совместительству еще и прекрасная мать и волшебница, и она еще и умная. Вот, я говорю без иронии. Вот. Как она ниже написала я ее, как Кот Матрускин, еще и крестиком вышивать умею. Вот такого человека вы сейчас с ним познакомитесь. На вебинаре 222 я вам показывал ее работу. Вот. Если брать ее как овощевода, если брать ее как человека, который выращивает кустарниковую культуру, вот. вот в этих границах ее надо называть суперсадоводом. Видите? И вот она по всей красе. Но я не успокоился, нет, что вы. Я говорю, Татьяна Александрова и потребовал от нее еще фотографии. Почему? Потому что женщины украшают мир, женщины украшают сады. Вот. И у женщины, вот видите ее руки? У нее особые руки, волшебные. Иначе бы все, что вы видели, могло бы быть в простом исполнении. Представим себе ученого человека. Закончила луж, поступила в институт. Я сравнивал. Центр садоводства России. Дальше название говорить не буду. Но на фронтоне такие слова. Центр садоводства России. Еще один есть, который называется... Ой, нет. Не буду, не буду, не буду. Но налоги такая. Все, что она вырастила, мне нравится больше, чем тот институт или те институты. Но теперь мне надо это представить ее, я ее назвал умной. Смотрим. Вот это вместе она прислала мне вот этот ролик. Я с этим роликом знаком уже давно. Вот. Но и вы мою точку зрения знаете. Прививки больше на меньше. Прививки груш на кустарнике, прививки абрикосов на кустарнике. Вот. Миллионы попыток, миллиарды денег, результат пшик. Но надоело мне надоело. Мне ее мнение очень важно. Но я начну буквально несколько секунд начну именно с ролика. А потом дам слово Татьяне Александровне. У нас растут абрикосы как корни собственные. Мы покупали такие растения. так же как привитые. Но на что они привитые были мы не знали. И вот когда уже стали подрастать наши деревца то несколько деревьев а у нас сильные ветра просто вывернуло с корнем. Мы решили посмотреть на что же они привиты и что корень их не держит. Даже стали вот стоять распорки потому что это деревце было очень такое красивое и не хотелось чтобы еще и его вывернуло. И мы увидели что абрикосы привиты вот на вишню мы специально оставили несколько веток. Видели да? Вот это горькая правда. Страшная горькая правда. А я на вебинар сегодня послезавтра сегодня суббота так а вебинар у меня послезавтра и вот что я на этом вебинаре покажу фотографию сделан несколько дней назад все те же прививки на степные вишни а знаете как написано хитро нету слова прививки на степные вишни потому что как бы у нас не было бы народ в отношении садоводства неопытный где-то даже дремучий и все равно бы их немножко бы это смутило нет полукарликовый подвой покупайте у вас будет сдержанный рост но вот то что вы сейчас видели так никогда не получится вот тот маленький карликовый деревья на который песчаная вишня на который привит вот этот абрикос вырожая этого не было видели вот так вот теперь даю слово Татьяне Александровне в общем суть видео женщина показывает на живом примере что у нее в саду были абрикосы привитые и абрикосы корни собственно то что на косточки сажала она показывает могучие деревья с огромной урожайностью которые были высажены косточками и рассказывает печальную историю что был сильный ветер и уже большое дерево просто упало и когда оно упало не отломилось заметь нет вывернуло его из земли они стали осматривать корни осматривая корни они увидели что там корнеет как таковых и нету вот ну в общем стали они наблюдать что вот это поросли которая росла оставили она показала эти веточки там растет песчаная вишня в общем сейчас такая тенденция в нашем современном садоводстве на слабое сильное для сдерживания роста такая тенденция идет повсеместно по всем культурам берут какую-то дохлую чахлую культуру ну вот допустим груши это могучее долгживуючее дерево которое вырастает с огромными корнями вырастает с огромной кроной с огромным потенциалом урожайности а ее прививают на рябину черноплодную а рябина черноплодная это маленькая кустарничек с слабенькими корнями и что происходит когда прививают сильное могучее дерево на кустик со слабыми корнями либо могучий абрикос долгживущий на песчаную вишню дохленькую то происходит за счет маленького объема корневой системы нет урожайности нет кроны ну и так далее и тому подобное чего же добиваются люди которые пропагандируют эту эту технологию технология это смертельная технология это утопическая технология это вредительская и я бы ее называла даже неким таким терроризмом против садов садовых деревьев а добиваются следующего получают больные нежизнеспособные растения на слабых корнях которые не могут расти без опоры не могут расти без полива не могут расти без минеральных удобрений не могут расти без постоянной обрезки потому что крона все равно прет большая не могут расти без постоянной обрезки А значит, как следствие, садовод становится привязан к производству и покупке у этого производства всех необходимых средств для того, чтобы получить хоть какой-то урожай. Такое дерево, растущее само по себе, вот это инвалидное дерево, оно не жизнеспособно. Если вы его не будете поливать, обрезать, сыпать под него удобрения и так далее, то вы не получите вообще ничего. И садовод вынужден идти покупать секаторы, пилки, инструментарий, раз производство работы, деньги садовода выкачиваются. Дальше он вынужден покупать удобрения минеральные, производство работы, деньги выкачиваются. Дальше он вынужден покупать поливные системы, капельный ли полив или там другой ли какой полив. Тут не важно и всё, что связано с поливом, он вынужден это купить. Опять работает производство и бедный садовод тратит кучу-кучу своих средств, которые, если взять, если это садовод, пенсионер какой-нибудь, у нас жалкие гроши от пенсии, и он трясущейся рукой несёт, покупает, лишь бы только там внучатам ягодку с дерева хоть какую-то получить. Дальше сталкивается с тем, что больное, нежизнеспособное растение заболевает болезнями. И садовод опять бежит в магазин, ой, спасите, помогите, такая болезнь, такая болезнь. И тут ему на выбор целый арсенал. Снова работает производство, а значит, а бедный садовод платит деньги за эту химию. Что на выхлопе мы получаем? На выхлопе мы получаем крупных магнатов, производителей вот этих всех садовых приблудов, так сказать, да, в виде химических препаратов, ядов, отрав, в виде химически синтезированных удобрений, убивателей, значит, живой флоры и фауны, и, значит, всяких режущих, колющих и так далее, поливных систем. Ну, всё, всё до кучи. Они богатеют, бедный крестьянин беднеет, бедное дерево мучается и, не прожив свои положенные, хотя бы 50 лет, через там 10, в лучшем случае 15 лет, оно начинает умирать, оно просто погибает. Мало того, такое дерево даёт плоды. Не из состояния счастья, относимся уже к растениям как к живым существам, да, не просто как к чему-то, ну, я не знаю, к чему-то неживому, да, мы же не можем поспорить с тем, что дерево живое, оно живое, живое, да, и вот оно даёт плоды не из состояния благополучия, счастья, силы, здоровья, гармонии, а из состояния болезни. Вот сейчас можно поспорить, ну, какое же дерево живое, какое же счастье или какое же здоровье. Нужно выговорить, у меня яблони заболело, у меня абрикос заболел. Значит, как болезнь, так оно живое. А как говорить про счастье и здоровье, так оно неживое становится. Ну, интересная логика, да. Одно без другого не бывает. Раз дерево бывает больным, значит, дерево бывает счастливым, здоровым, самодостаточным, да, здесь оно на духлых корнях несамодостаточное, неполноценное, нежизнеспособное, больное, искалеченное, изувеченное, бедное дерево. И именно из этого состояния болезненности оно рождает свое потомство, то есть плоды, которые мы собираемся употребить в пищу. И вот мы употребляем эти плоды в пищу с надеждой кормим своих детей, внуков, сами кушаем. И какую же мы получаем от них энергетику? Мы получаем от них энергетику, в которой уже заложена информация. Я изувечена, я искалечена, дни мои считаны, я больное, бедное, несчастное. И эта энергоинформационная структура идет, проходит в нас, в наших детей и в наших внуков. Ты есть то, что ты ешь. Ребята, я сейчас прервал на секунду. Сейчас будет дальше. Вы понимаете, мы столкнулись с человеком, которого я считаю в своем роде феноменом. Знать о том, что больное дерево дает больные плоды, и их есть опасно, я слышу только второй раз в жизни. Первый раз от Сергеева Николая Георгиевича. Это Челябинская область, это из породы суперсадоводов. Мамонтов, мастодонтов, таких, знаете, гигантов садовых, еще подобрать. Динозавров. И вот перед нами молодая женщина, которая говорит то, что вы сейчас услышали. Больные деревья отдают больные плоды. А вспомните эти бесконечные стрижки, стрижки. Дерево здоровое. Нет, надо подойти, изувечить, изувечить, изувечить. А потом кормить детей, если оно еще не погибло. Извини, это самое, дочка, извини, Татьяна Александровна. Ну, не мог удержаться, чтобы лишний раз подчеркнуть. Вывод один. Единственно верный, единственно правильный. Для того, чтобы мы были здоровы, мы должны есть здоровые продукты питания. А здоровые продукты питания, это продукты питания от здоровых, счастливых растений, которые заряжены жизненной силой, долголетием, великой устойчивостью и могущестью. И потребляя такие плоды, мы впитываем, впитываем именно такой посыл. Вот так. Где же выход, где же выход? Однозначно, первая и главная ошибка, это выращивание нежизнеспособных материалов посадочных. Это несовместимость, когда слабые растения становятся корнями для сильной, могучей кроны. Либо мы включаем свои мозги и начинаем выращивать здоровые, еще раз повторюсь, здоровые и счастливые растения, либо будет не очень у нас веселая перспектива. Каждый, конечно, выводы делает сам. И мое сердце, конечно, раздирает боль. И так быть не должно. Это неправильно. Так нельзя. Человек, уничтожая природу, уничтожает себя. Мы пилим тот сук, на котором сидим. Даже этого не замечая. Но сегодня вот из этого состояния величайшие скорби за весь род человеческий, потому что одно тянет другое. Убивая растения, мы убиваем себя. Убиваем себя, убиваем все вокруг. Деградация. Полный регресс. Разъединение с матушкой землей. Непонимание законов, законов мироздания. В общем, грусть и печаль.